а сейчас буквально коротенько на стартовая презентация для того чтобы обозначить некоторые вехи знаете вот я здесь отдельно еще раз должна при всех спасибо сказать светлане пироговой светлана покажите сна на шедланер на самом деле да я предлагаю поаплодировать потому что в 2019 году когда съездила торговой сеть командор и это в завершении уже было достаточно длительной командировки которая там порядка пяти дней я посещала три города и 22 магазина посмотрела за эти дни и уже в завершении это последний наш был разговор со спикером с новым и тогда еще не спикером тогда еще просто знакомились но в процессе разговора произошло следующее она начала просто вот человек уставший я понимала что это конец дня это было по моему пятница или четверг на завершение дня это было тяжело а и вроде как вот какой-то из москвы проверяющий в кавычках меня все так так воспринимали тогда и и вдруг она вот просто начала фонтанировать тем чем в принципе все фонтанируете вы живете своими производствами созданием еды это волшебно и вот у нас в июне в итоге состоялся первый первая наша конференция было девять спикеров феврале двадцатого года уже 13 в июне 15 в июне 22 уже больше 20 и это все дает мне возможность на сайте retail.ru делать больше материалов и кейсов и результаты этого последние 2-3 года мы развиваем раздел собственное производство где уже 125 материалов появилось и среди этих материалов также можете быть вы с вашими кейсами фоторепортажами статьями интервью и прочее прочее главное чтобы вы хотели делиться и отмечу что отдельно большое спасибо сейчас я скажу компании debug здесь виктор и коллеги присутствуют которые поддержали нас в желании просвещать и делать новые какие-то направления без поддержки партнеров это иногда очень трудно отдельно вам спасибо виктор и коллеги да ольга вот тоже можно поаплодировать а действительно я имел и все таки я человек который тоже считает деньги как и вы все и когда у меня появляется возможность выделять постоянного журналиста который эту тему качает это большое счастье мы за это время начали делать экскурсии кто нас 17 числа идет на фабрику кухни x5 небольшая группа да потом у нас едут на метро и потом мы еще идем с вами гастро академию станфорд появляются новые идеи но об этом чтобы вы вовремя кстати какие у нас экскурсии были то есть у нас были на звуковку со прошлом году грядика и вот как раз в x5 ready food мы ходили отдельное спасибо коллегам и для того чтобы не пропускать вот видите вот там справа от вас стоит баннер на котором есть qr-код если вы еще не в нашем канале телеграма для руководителя спфабрика кухни то зарегистрируйтесь эта же ссылка есть во всех ответных письмах которые вы получали последнее время можете зайти туда зарегистрироваться именно там первые первая информация отдается для быстрой регистрации и да еще раз отдельно спасибо коллег так сожалению что-то пошло не так прошу прощения да коллег коллеги из фирмы 1с нам отлично помогает к сожалению извините пожалуйста за ваш логотип это удивительно и соответственно это все компании которые нам помогли стартовать эту конференцию сегодня ну и до вас ждут более 20 спикеров сегодня и сейчас уже непосредственно приступаем контенту прошу запустить следующую презентацию так и всем еще раз я попала хотела бы чтобы вас вы сами себе по блокировали чтобы вырвались и пока готовится следующая презентация скажу спасибо коллегам которые нас в этот раз приняли на площадке а именно компании мод выставки modern bakery и вы знаете я понимаю что вам это конечно проще выделить время когда вы на целевую выставку для себя приедете и к нам а впереди у нас довольно много контента мы конечно чуть задержали как бы ну в принципе как я и предполагала вот и мы будем идти в таким их кандикапом по запланированному времени сейчас я приглашаю приступить к своему докладу уже тоже очень часто нам помогающий делать контент анастасия сидорина компания рамир и вот всегда мы начинаем с аналитики аналитика нам нужна для того чтобы сверить у кого какие так не так вот и соответственно твои 20 минут для того чтобы наполнить людей теми цифрами которые ты подготовил передай слово спасибо спасибо так я кликер коллеги добрый день я рада вас приветствовать и мы будем начинать говорить да с истории о потребителя это правда очень важно потому что безусловно в конечном итоге у любого бизнеса его фокус фокусируется на человеке поэтому нам очень важно понимать а что происходит с этим человеком что его волнует что для него значит готовая еда и какие ценности она закрывает у нас на самом деле адженда на такая достаточно емко но при этом конечно же ограниченные тайминги поэтому постараюсь фокусироваться на самом важном но хочу обозначить что на самом деле будет доступна еще расширенная версия презентации где будет материала больше а начать не хотелось бы с понимания того собственно какие настроения ожидания сейчас характерны для российского покупателя безусловно мы должны фокусироваться на истории того какая уверенность сейчас у российского покупателя и если мы смотрим с вами на индекс покупательской уверенности то начиная с 9 недели текущего года он находился в такой достаточно существенной отрицательной зоне при этом постепенно мы видим историю стабилизации обратите внимание на самые последние актуальные данные 22 неделя этот индекс стабилизировался что это значит это говорит о том что идет история определенного эмоциональной адаптации населения к текущей ситуации соответственно и стратегии покупательского поведения они также уже определенным образом формируются конечно же мы понимаем что в такой ситуации так или иначе покупатель начинает экономить и включает стратегии экономии интересно если мы посмотрим собственно на эти стратегии которые характерны для российского покупателя то на первых позициях находится собственно те пути экономии которые связаны с отказом от крупных статей расходов от дорогостоящих покупок и собственно перечень этих категорий вы можете видеть на слайде покупка недвижимости система нагревания табака ювелирные изделия но на самом деле здесь стоит остановиться и посмотреть на следующую историю если мы просегментируем все российское население с точки зрения той доли трат которая приходится в кошельке на продукты то мы видим что у 45 процентов россиян доля трат на продукты да она занимает более 50 процентов таким образом экономить за счет отказа до от крупных статей расходов могут позволить себе далеко немногие и соответственно вот здесь будут включаться другие стратегии экономии а именно уже третья перераспределение семейного бюджета в пользу самого необходимого но безусловно мы понимаем что вот эти стратегии они различаются и конечно же когда мы говорим про трансформацию покупательского поведения очень важно понимание того а что происходит на уровне конкретных категорий как меняются заявленные в данном случае мы смотрим с вами на заявленные покупательские траты на тельные категории если мы возьмем с вами долю россиян которые отметили что они сократили свои траты и долю россиян которые говорят о том что они траты увеличили найдем разницу между ними то получим некий условные индексы но вы видите что продукты питания традиционно находятся в положительной зоне та категория да по которой собственно заявленные траты растут хотя обратите внимание питание вне дома готовая еда из магазинов заказ готовой еды да это те сегменты которые попали в отрицательную зону давайте еще детальнее посмотрим на эту историю так действительно мы из недели в неделю видим что россияне говорят о том что у них увеличиваются траты на продуктовую составляющую но при этом да мы видим что подавляющая доля россиян говорит о том что это связано с тем что собственно да есть история инфляции а при этом обратите внимание что россияне отмечают что сокращая свои траты на продуктовую составляющую то в первую очередь то что подпадает под сокращение это как раз готовые решения, то есть готовая еда из магазинов. Это, собственно, как раз фокусный наш сегмент, который отчасти оказался в некой зоне риска. Но на самом деле, если мы посмотрим с вами на то, как россияне справляются с текущим стрессом, то вы увидите, что еда, вкусная еда, здоровая еда, то есть так или иначе история побаловать себя, она находится в топе тех способов, которые позволяют россиянам справиться со стрессом. Поэтому мы имеем с вами такую интересную ситуацию. То есть, с одной стороны, это тот сегмент рынка, когда мы говорим про готовые решения, за счет которых идет оптимизация, а с другой стороны, это тот сегмент рынка, который позволяет нам экономить собственно наше время и позволяет закрывать потребность с точки зрения побаловать себя. И на самом деле, традиционно, когда мы говорим про покупателя и покупательское поведение, есть три ключевые ценности, которые характерны для россиян. И на самом деле, несмотря на все те трансформации, которые мы наблюдаем, эти ценности все равно остаются в фокусе внимания бизнеса, потому что именно они определяют покупательский выбор. Это ценность денег, ценность времени и, собственно, ценность ассортимента. И, конечно же, когда мы говорим про готовые решения, в первую очередь, это за закрытие потребностей именно в ценности времени. Хотя, когда сейчас детально мы будем смотреть на параметры выбора готовой еды, то мы будем видеть, что для покупателя это в том числе история вкусности, история ассортимента, то есть каких-то еще дополнительных вещей. Давайте детально как раз посмотрим на то, а как чувствует собственно сегмент готовых решений. И сразу хочу обозначить, что мы смотрим на него достаточно широко. Мы включаем туда большое количество категорий. То есть это не только готовые блюда, это в том числе и пирожные, и пироги, и пирожки. Кофе также входит в этот сегмент сэндвича. То есть на самом деле категория достаточно большая. Но и правда есть большое количество, собственно, мнений на то, как необходимо на нее смотреть. И если мы смотрим на уровень всей России, то мы видим, что проникновение, то есть доля россиян, которые хотя бы раз совершают покупку категории за год, достаточно, собственно, высокое, практически 100%. При этом средний чек превышает 200 рублей. И можно отметить, что чек и частота, то есть траты населения, они демонстрируют рост год против года. Но, безусловно, мы понимаем, что есть региональная специфика. И если мы посмотрим на эти же цифры, но на уровне Москвы, то мы видим, что показатель среднего чека и частоты намного выше. Соответственно, мы понимаем, мы видим с вами также положительную тенденцию, но и при этом более высокие, собственно, показатели. При этом давайте посмотрим еще детальнее и глубже. Собственно, да, из чего состоит сама категория готовой еды, да, что, соответственно, находится внутри. И обратите внимание на топ-позиции, да, которые находятся в кошельке, в портфеле у покупателя. Готовые решения, основные блюда, завтраки, каши, да, салат, это все находится на первых позициях, они входят в некий топ, но при этом есть история еще перекусов, побаловать себя, пирожных, да, которые также занимают достаточно большую долю. И на самом деле, если мы сравним с Москвой, то мы видим такое некие отличия, в частности, на истории завтраков, да, это прослеживается, то есть сегмент завтраков для москвичей имеет более значимый вес в кошельке, нежели для россиян в целом. При этом, конечно же, если мы смотрим на структуру торговли, да, то мы понимаем, что ключевые форматы, где происходит закупка готовыми решениями, это, конечно же, форматы современной торговли, но здесь мне хочется остановиться и детальнее поговорить об одном из самых развивающихся каналов, об онлайн-канале и о том, как чувствует себя готовые решения именно в онлайн-канале. Собственно, на самом деле, если мы будем с вами смотреть на некий условный топ, важно, что это именно готовые решения, готовая еда, то есть мы сюда продукты не включаем, то это такой микс, где у нас присутствует, собственно, и хорика, почему? Потому что, да, пицца, суши, ровы, да, это все входит также в готовые решения, но при этом также и родничные игроки также присутствуют, занимают большую долю, да, и также усиливают свою долю в кошельке. Но при этом, конечно же, мы говорим о покупателе сегодня, и нам очень важно понимание того, как раз каких-то базовых покупательских метрик. Мы видим, что в первую очередь готовые решения, да, если их заказывают в онлайне, то заказывают именно для себя, заказывают домой, и чаще всего, да, это история ужина. А при этом, если мы посмотрим на те поводы, миссии, по которым происходит, собственно, заказы решений, да, это, на самом деле, здесь нет каких-то аффинитивных отличий между первой, второй, да, и отчасти третьей позиции, то есть когда собрались с близкими без какого-то особого повода, чтобы отметить праздник, либо обычный прием пищи. Да, обратите внимание, что праздник и праздничное решение, оно не занимает первую позицию. И отдельно мы вывели еще сегмент QSR, сегмент быстрых решений, фастфуда, который, безусловно, занимает достаточно большую долю, когда мы говорим про рынок готовых решений. И здесь очень четко выделяется, да, история перекусить, она находится на первой позиции. При этом, да, мы говорим о покупателе, нам важно понимание того, а что важно для целевой аудитории, когда они осуществляют заказ готовых решений. И обратите внимание, мы с вами говорили про историю времени, да, то есть готовые решения, они закрывают ценность, собственно, во времени. Но обратите внимание, что самый важный параметр, который идет с огромным отрывом, это великолепный вкус. То есть мы действительно заказываем готовые решения не только для того, чтобы сэкономить время, но и в том числе, чтобы побаловать себя. Ну и, конечно же, ожидаемо, что, да, соответственно, когда мы смотрим на параметры упаковки, то здесь очень важна история температуры для того, чтобы, собственно, вот этот великолепный вкус как раз и обеспечить. И, да, если мы смотрим с вами на те кухни, которые характерны для россиян, когда они заказывают готовые решения домой, то у нас здесь большая доля как раз таких фастфудовых решений, пицца, суши, роуэ, шашлыки. Но вы можете обратить внимание, что история домашних блюд, здоровой еды также входит в топ, хотя, конечно же, позиции пока и более слабые. И теперь давайте посмотрим на то, а какую долю готовые решения составляют в рационе. На самом деле мы можем смотреть не только на покупки и анализировать покупательское поведение, потому что после того, как покупка была совершена, товар попадает домой и что с ним происходит дальше. И давайте теперь посмотрим на рацион россиян, что, собственно, потребляют россияне, какую долю занимают готовые решения в рамках нашего рациона. Если мы возьмем весь день и разложим его на такие условные завтрак, обед, ужин с выделением, конечно же, перекусов, то мы видим, что практически в равных долях у нас расположились на все эти сегменты, и вы видите, что у завтрака доля даже несколько выше. Но при этом, на самом деле, когда мы анализируем рацион российского покупателя, то большую долю здесь занимают в том числе перекусы. Причем, что перекусы можно сегментировать условно на два таких больших блока, это здоровые решения, как мы их обозначили. Сюда попадают фрукты, овощи, злаковые батончики и, скажем так, сытные перекусы, более плотные. И что интересно, если смотреть на количество, то для российского покупателя в большей степени характерны именно здоровые перекусы. Ну, в том числе, да, за счет фруктов, конечно же. А при этом, конечно же, да, мы понимаем, что большую долю времени мы проводим в офисе. Поэтому встает вопрос, а чем мы питаемся в офисе? И занимает ли готовые решения определенную, собственно, нишу именно в этом сегменте? Да, занимают. Мы видим, что на уровне России в целом питание в офисе преимущественно, да, занимает большую долю именно готовые решения. Прошу прощения, домашняя еда. Но при этом готовые решения также имеют большую долю. И мы здесь отдельно, да, вы можете наблюдать, мы выделили хорику, да, для того, чтобы посмотреть на ее вес. И, собственно, вы видите непосредственно готовые еда, как раз те самые решения, блюда, которые приобретаются у розничных игроков. И, конечно же, мы понимаем с вами, что на самом деле эта картина очень сильно будет отличаться, если мы будем с вами опускаться на уровень конкретных регионов. Да, то есть если мы возьмем с вами крупные города, вы сразу можете видеть, что доля хоричных решений, она сразу же растет, а доля домашней еды, напротив, да, она сокращается. Но, тем не менее, здесь мне хочется остановиться, да, потому что это очень важный такой момент для бизнеса. У нас традиционно, да, большую долю в нашем рационе занимают именно домашние решения. Да, постепенно, безусловно, идет замещение, готовая еда встраивается, и здесь очень важно понимание того, о чем питаются россияне дома. Если они готовят, то, собственно, из чего они готовят завтрак, обед и ужин. И на самом деле мы можем видеть с вами топ ингредиентов, которые релевантны для приготовления, да, того или иного, собственно, да, рациона. Соответственно, если мы говорим про завтрак, то мы видим, что очень большую долю занимают яйца, творог, молочная продукция, и у нас достаточно такой сытный обед, мясо, макароны, рис, более такой, да, уже не такой уже сытный ужин, у нас на первом месте уже там рис находится. То есть, да, мы понимаем, что это те ингредиенты, собственно, из которых складываются конкретные решения. Но здесь есть еще интересный, на самом деле, очень важный момент для бизнеса. Мы понимаем с вами, да, что покупатель, когда совершает покупку и собирает эти ингредиенты, он входит в разное количество сетей. И мы задались вопросом, а может ли сейчас один ритейлер полностью закрывать потребности россиян в сборе вот этих ингредиентов для создания рациона. Мы взяли одно из таких самых популярных блюд, собственно, пасту болонезы, и посмотрели, где россияне в среднем приобретают ингредиенты для этого блюда. И мы, на самом деле, увидели, что в рамках одного ритейлера полностью потребность не закрывается. То есть, на самом деле, что происходит, да, россияне посещают несколько сетей для того, чтобы свое готовое решение дома собрать, да, и, собственно, иметь уже, да, какой-то ужин, какое-то уже готовое решение. Таким образом, да, мы понимаем с вами, что, безусловно, есть большой потенциал с точки зрения развития и встраивания готовой еды, собственно, в рацион россиян. И, конечно же, здесь очень важно понимать, собственно, чем питаются россияне, и, конечно же, как выстраивать коммуникацию. Поэтому мы можем с вами посмотреть на те медиаканалы, которые релевантны для российского населения в тот или иной период приема пищи. И, соответственно, это может быть основой для выстраивания коммуникации. Коллеги, на этом у меня все. Спасибо большое за ваше внимание. Если у вас вопросы, я буду рада на них ответить.